Одна из главных задач депутатов Верховного Совета – работа на избирательных округах. Накануне Дмитрий Надымов и Петр Воронин в Аскизском районе на территории берегчульского сельсовета провели совещание. Накопившиеся проблемы здесь определенно требуют внимания не только местной, но и республиканской власти. Это и дороги поселенческие, это и строительство лесонхозовской школы, которая уже настала пора, уже и востребованность к этому. Понимание мы находим из депутатов Верховного Совета, они нас в этом поддерживают, что требуется решать такие вопросы. К ним еще можно отнести вопросы энергообеспечения станции Югачей. В частности, что касается Югачей, станция запитана от линии, которая принадлежит железнодорожникам. По словам жителей, это крайне неудобно. Во-первых, напряжение часто не дотягивает до положенного, перегорает бытовая техника. Получается, не только частое отключение, ну что значит отключение? Путейцы берут окно так называемое, то есть это промежуток времени, в течение которого они работают на путях. В это время свет отключается. Республиканские депутаты отмечают, проблема решаема. В первую очередь, необходимо наладить диалог с энергетиками, подключить правительство. В любом случае, необходима отдельная линия на Югачи и свой трансформатор. Еще одна проблема в Берегчеле – земля, точнее, ее наличие. Ребятишек много в деревне, молодежь остается, строят очень много, перестраивают эти старые домики. Как бы желательно бы, чтобы здесь появилась школа у нас, появились новые дома, потому что места не хватает. Сельские власти показывают республиканским депутатам участок. Именно здесь планируется выделить землю под частное строительство. 200 наделов. Сейчас идет процедура переоформления документации. В плачевном состоянии сельская школа. И проще построить новую, чем ремонтировать эту. Однако денег правительство пока не выделяет. Жалуются местные врачи на новую модульную котельную, которая, несмотря на внешнюю красоту, задачи свои выполняет худо-бедно. У нас тут температура под 90 градусов нагоняем. Здесь 90 нагоняется, он автоматически включается. Мы у себя смотрим на градусники, у нас только 60. Но это вообще не дело будет. То есть он не прохватывает всю систему полностью. Он сам по себе нагрелся и отключился. В ходе командировки депутаты Воронин и Надымов создали своеобразный меморандум. Проблемы в Бирюкчеле, по сути, общереспубликанские и требуют комплексного подхода. Есть вопросы, которые носят текущий характер и которые надо решать уже сейчас. Помогать решать эти вопросы сейчас, пока там не ударили морозы. А есть вопросы перспективные. Это и развитие дальнейшего поселка, развитие поселка Югачи, который входит в состав Бирюкчульского сельского совета в вопросах электроснабжения. То есть мы провели такое совещание, на месте посмотрели то, что это вопросы действительно злободневные. И есть предложения по путям их решения. Поэтому сейчас мы распределили обязанности, назначили ответственных сроки. Впрочем, работа Верховного совета решать не только внутри республиканские задачи. Накануне в Калининградской области состоялось подписание межпарламентского соглашения, участие в котором приняла республиканская делегация во главе с Владимиром Штыгашевым. Соглашение о сотрудничестве между Калининградской областной думой и Верховным советом Республики Кокасия подписано. В частности, предполагается развивать сотрудничество в виде обмена законами, актами, проектами. Между тем, экономическое сотрудничество уже налажено на уровне малого и крупного бизнеса. Согласно официальным данным, ежегодно из Хакасии в Калининградскую область отгружается свыше 13 тысяч вагонов продукции. Уголь, боритовый концентрат, сельскохозяйственная продукция. Калининградская область представлена в Хакасии мясо- и рыбоконсервной продукцией. По итогам 2014 года в Хакасию поставлено почти 2,5 миллиона банок консервов. Выступая перед журналистами, оба спикера подчеркнули, что от подобного соглашения остаются в плюсе оба региона. Например, Владимир Штыгашев сказал, что для Хакасии, несомненно, будет ценным опыт местного самоуправления. Все-таки, путем проб и ошибок, все-таки вы продвинетесь дальше в этом. Хотя вы, наверное, сами не говорите, в чем-то кажется вам, что это все. А вот другие видят, что это хороший опыт. И мы хотим действительно перенять. Ну и работы связаны с обеспечением законодательства или законами, с информативными акциями, в хозяйственной деятельности. С одной стороны, вы совершенно разные регионы, с другой стороны, мы едины тем, что в приоритете развития и республики Хакасия, и в республике Хакасия, и в республике туризм. Вот эта тема особенно нам интересна, потому что мы ее совсем недавно заявили в приоритет, понимая, что, наверное, какие-то крупные промышленные предприятия невозможно, что возможно республике Хакасия. Но вот это нас точно объединяет. Кстати, подобные соглашения уже подписаны и действуют Советом Федерации и парламентом Кабардино-Балкарии.